Друзья, всем привет! На связи снова семья Селезневых. За кадром Владимир и Олеся. Так, кстати, вот вам привет. Значит, смотрите, очень многие наши партнеры, особенно наши участники нашей фокус-группы «Успех вместе» получили задание записать свои первые видео «Почему я в Армель?». Большинство с этим заданием пока еще не справились, и у них основная проблема – как на смартфон записать свои первые видео. Почему смартфон? Потому что у каждого есть вот этот замечательный инструмент, да, и благодаря ему вы можете записывать свои первые видео. Сейчас мы покажем, как это делается. Первое, смотрите, что мы делаем, да. Смотрите, это видео мы можем записать где? В любом месте. Например, мы выбрали вот такую детскую площадку, то есть гуляют детишки, и пока вы с ними гуляете, не теряете время, записывайте свои видео, да, тем самым активно развивайте свой собственный бизнес. Обязательно нужно выбрать какой-то определенный, ну, задний хороший фон. Ну, к примеру, сейчас фон у нас не очень хороший, какие-то две машины, да, но, по крайней мере, лавочку так вот можно выбрать, зеленая травочка. Можно, конечно, выбрать какой-то другой ракурс, но имейте в виду, смотрите, обращайте внимание, как мы располагаем камеру. Вот видите солнце? Солнце должно светить на лицо, на модель, да. Вот, то есть, условно, вот я сейчас стою, он мне светит в затылок. Причем, видите, какой не яркий прямой свет, а, скажем, такой завалированный. Можно где-то, ну, в тени, но при ярком освещении днем желательно. Это самое повысит качество картинка, потому что мы будем делать профессионально, да, будем стараться делать все профессионально, То есть, отличаться качеством, потому что, согласитесь, видео с плохой картинкой, с плохим звуком труднее смотреть, да, чем, допустим, с хорошим качеством, да, и с хорошим звуком. Поэтому основное правило, да, хороший фон, выбираем место, желательно, такое простое, да, вот, освещение и важный момент звук. Да, смотрите, у многих на самом деле встает проблема, как мне записать видео. Я даже иногда, знаете, сталкиваюсь с тем, что мне говорят, ну, мне же нужно звукооператора, чтобы он меня снимал. Звукооператор – это, конечно, хорошо, можно даже пойти в студию профессиональную, да, видео записать, но это не то, с чего может каждый начать, а телефоны сейчас у нас есть у всех. Либо можно записывать на обычный фотоаппарат, да, первое видео я записывала именно так, мы ставили дома треножку, ставили на него фотоаппарат и записывали на фотоаппарат. Второй вариант – вы просите кого-то, подругу, там, мужа, ребенка, чтобы он подержал телефон и снял вас на телефон. При этом, когда вас будут записывать, посторонние шумы, они, как правило, проникают в эту запись. Например, ветер подул, и слышно только ветер, вас не слышно. Поэтому есть классный момент, который может это помочь избежать. Вы можете воспользоваться либо другим телефоном, либо диктофоном, который вы можете либо взять в руки, да, ну, преподнести к карту, чтобы звук шел ярче, либо просто на коленки положить, там, либо в кармашку прицепить. И потом Володя обязательно научит вас уже видео монтировать. Там очень элементарно и просто, я тоже это делала, накладывается на изображение вот эта звуковая дорожка. И видео получается в очень качественном формате. Если вам некому, да, поснимать, то можно воспользоваться вот такой вот замечательной штучкой, как селфи-палка. Она продается во всех магазинах, стоит, ну, по-моему, порядка 300 рублей. То есть тоже очень удобно. Следующий момент – как нужно держать камеру. Вот очень важно, чтобы камера была не в горизонтальном виде, а именно в вертикальном виде. Вот такой формат вертикального изображения поможет дать вам полный экран, полный… Ну, правильно, расположение видео на YouTube. В полном экране, да. И вы сможете размещать ваши видео на YouTube. Это тоже очень важно – делать сразу работу качественно, да? Так, ну, так как мы с вами все участники проекта, успех вместе, мы говорим не на словах, а на деле, да? Я тоже не лысая на то. Тоже записываю видео. И у нас было задание записать видео на тему «Почему я в арме?». Вот сейчас вы будете свидетелями того, как это происходит. Вы увидите, что займет это ровно 2 минуты. Итак, мы включаем телефон. Я нажимаю на камеру. Выбираю. Друзья, выбирайте максимальный режим, режим записи видео, желательно формат 1280 на 720, да, либо Full HD-чный формат. Но это самый распространенный формат, который и качественно запишет, и самое главное – хорошо сможете его обрабатывать для того, чтобы выкладывать на свой YouTube-канал. Итак, вот. Кстати, вот я тоже здесь. Привет! Видите, как происходит съемка. Итак, так, мы нажимаем на камеру. Так. Закрой пошла. Всем привет! Меня зовут Олег Селезнева, и я живу в городе Оренбург. Сегодня в этом видео я хотела бы вам рассказать, почему я выбрала компанию «Арме». Ну, все, вот так вот нехитро. Нажимаем на «Стоп». Ну, и все. И дальше уже мы покажем следующее видео, как его просто обработать. Ну, что ж, друзья. Всем спасибо за внимание. С вами была Алиса Селезнева и Владимир Селезнев. И помните, делайте бизнес, не отходя от отдыха. Что мы и делаем. Счастливо! Спасибо! Продолжение следует...